Куржская коса крайне богата достопримечательностями, поток туристов, приезжающих посмотреть этот уникальный природный памятник растет из года в год. Одной из самых известных и интересных достопримечательностей Куржской косы является знаменитая высота Эфа, известная также как Дюна Эфа. Об этом удивительном месте и будет рассказано в данной статье. Куржская коса является узкой песчаной полоской суши с облевидной формы, омываемой Балтийским морем с одной стороны и пресноводным Куржским заливом с другой. Коса тянется от Зеленоградска, Калининградская область, Россия, до городов Клайпеда и Нида, Литва, ЕС, и является, по сути, полуостровом, так как за Клайпедой ее отделяет от материка узкий пролив, через который ходят суда в литовские порты. На этом участке по обе стороны границы расположены национальные парки обоих государств. Здесь можно увидеть невероятные сочетания ландшафтов от тундры и болот до морского побережья и песчаных дюн, напоминающих настоящую пустыню, многовековые леса, заливные луга, озера. Животные не боятся людей и спокойно выходят к ним из леса. С высоких дюн и обзорных площадок открываются великолепные обзорные виды на море, залив, панорамы дюн, озер, лесные массивы. Знаменитый «танцующий лес» удивляет своих посетителей причудливо перекрученными, наклоненными и изогнутыми зигзагами стволами сосен, представляющих собой самое настоящее аномальное явление. В поселках, которые являются бывшими прусскими рыбацкими деревнями, можно насладиться старонемецкой атмосферой среди традиционных старинных прусских каменных домов, лютеранской кирхи. Можно побывать на орнитологической станции, изучающей маршруты перелетных птиц, увидеть остатки немецкой планерной школы, в музее «русских суеверий» можно погрузиться в атмосферу русских сказок. Любителям рыбалки предоставлен колоссальный простор в виде моря, залива и озер. Можно заночевать на многочисленных турбазах или в палатке. Климат на территории косы довольно мягкий, переходный от морского к континентальному, с апреля по ноябрь там отдыхают туристы, в том числе и с палатками на открытом воздухе. Летом на пляжах Куржской косы постоянно купаются любители пляжного отдыха. Это прекрасное и удивительное место, полное достопримечательностей и почти настоящих чудес. Где находится Дюна Эфа и что это такое? Дюна Эфа – это исторически сложившееся неофициальное название этой дюны в честь находящейся на ней высоты Эфа. Настоящее название данной дюны – Дюна Ореховая, немецким. Петш. Она является одной из самых высоких дюн в Европе и находится непосредственно рядом с поселком. Морское, недалеко от русско-литовской границы. Интересно. Будучи на вершине этой дюны, возможно услышать знаменитые «поющие пески», песинки скатываются по склонам дюны, производя невероятно сильные звуки самого различного характера, которые слышатся за многие километры. При этом бывают слышимы самые различные причудливые мелодии, в которых звучат по несколько нот одновременно. Самая высокая точка этой дюны – 55 метров – была названа высотой Эфа в честь немецкого инспектора дюн, выдающегося ученого и лесовода Франца Эфа, жившего на территории косы в Роситоне, чья профессиональная деятельность была посвящена изучению и закреплению подвижных песков куржской косы, предложившего план ее укрепления от надвигающихся песков и сделавшего в этом направлении свой личный огромный вклад. Благодаря Эфа в 20 веке пески были практически остановлены, а ранее целые поколения рыбацких деревень практически погребались под песками. С обзорных площадок этой высоты открывается все огромное разнообразие ландшафтов косы, море, залив, пространство, покрытые лесом, уютные старые немецкие домики поселка Морское, озера, заливные луга. Протяженность дюны составляет 2,8 километра. Маршрут, проходящий через нее, оборудован двумя смотровыми площадками с видом на Балтийское море, Куржский залив, лес и поселок Морское, вплоть до государственной границы Российской Федерации. С площадок порой можно наблюдать за миграциями животных, за чайками на море, цаплями и пеликанами на заливе, за судами по морю и заливу, виды с этих высот чаруют и завораживают. Высота Эфа на карте. Высота располагается на 42 километрах косы в 2 километрах от поселка Морское. Одноименный маршрут, как уже говорилось выше, проходит по юго-западному склону дюны Ореховой, Петш, одна из вершин которой является самой высокой точкой косы, названной высотой Эфа, по границе двух типов дюн, открытых, продолжающих движение в сторону Куржского залива, и зеленых, закрепленных посадками леса. Как добраться до дюны Эфа? Добраться до данного туристического объекта можно, на автобусах, маршрут номер 593 Калининград, Зеленоградск, Морское ходит в летнее время через остановки, лесной, дюны, рыбачий. Расписание выезда из Калининграда, 5 часов 15 минут, 9 часов 35 минут, 12 часов 35 минут, 17 часов 50 минут. Время в пути около 2 часов, стоимость билета 84 рубля. Звездочка, маршрут номер 239 Калининград, Клайпеда идет через остановки, Зеленоградск, лесное, дюны, рыбачий, морское, далее идет через ниду по литовской территории. Время в пути около 2 часов, стоимость КПП национального парка, Куржская коса, 128 рублей, до поселков. Рыбачий, 252 рубля, номер 210 Зеленоградск, Морское, отправление 6 часов 45 минут, 9 часов, 11 часов 55 минут, 15 часов, 18 часов 30 минут. Время в пути около часа, стоимость проезда 20 рублей. Расписание автобусов также можно увидеть на сайте Калининградского автовокзала.http-автовокзал39.ru Косая черта А в дефис Калининград.html. Для того, чтобы попасть непосредственно на высоту Эфа, необходимо добираться до поселка. Морское и далее по туристическим маршрутам пешком. На автомобиле время пути без пробок из Калининграда составляет 1 час 11 минут. Необходимо выехать из Калининграда через улицу Александра Невского на Приморское кольцо, ехать на А-191, въехать в Зеленоградск, далее проехать по окружной улице, затем прямо по Р-515 и до Эжить до КПП. Стоимость въезда на автомобиле дополнительно 150 рублей. К основной оплате, внимание! Туристические маршруты оборудованы стоянками для машин. На велосипеде через территорию Куржской косы проходит европейский веломаршрут R-1, рекомендуется придерживаться указателей и информационных счетов, а также воспользоваться картой или навигатором, на туристическом автобусе в составе туристической группы. Приобрести экскурсию можно в туристических агентствах Калининграда. Стоимость в среднем 1600 рублей. Гид расскажет обо всех достопримечательностях, историю мест, посещение высоты Эфа входит в комплексную экскурсию по Куржской косе. На такси из Зеленоградска, цена, как правило, договорная, может быть любой, разброс бывает от 500 до 3000 рублей, торг всегда возможен. Таксисты охотно показывают достопримечательности и рассказывают о них так интересно, как могут рассказывать, порой, лишь профессиональные гиды. Местные жители прекрасно знают свой край, свою историю и рады провести для приезжих туристов экскурсию. Внимание, не стоит соглашаться на цену, первоначально предложенную таксистами. Куржская коса. На территории косы есть популяция эксодовых клещей, рекомендуется закрытая обувь, на косе вводятся гадюки. Внимание! Опасайтесь клещей и змей при поездке на машины следить за дорогой. Животные в нацпарке часто ее перебегают. Есть опасность сбить животное, остановиться можно как с палаткой в специально отведенном месте, так и снять номер в отеле, турбазе, гостевом доме в поселке Морское. Полный список мест размещения на территории Куржской косы можно найти на странице официального сайта нацпарка. Среди них рекомендуют гостевой дом, пеллкопин, отель, две семерки, гостевой дом, эфа, и другие. Строго соблюдать правила поведения на территории нацпарка, не ходить по дюнам, может привести к ополсням, не разводить костров в неположенных местах, не съезжать с дороги, опарковаться на оборудованных парковках, не собирать грибы, ягоды, растения, не разорять птичьих гниз, нор зверей, не охотиться. А еще побывавшие здесь туристы советуют любителям фотографии захватить с собой обязательно фотокамеру, объектов для фотографирования здесь много. Живописные пейзажи, такие как на высоте эфа, не всегда удается встретить во многих других местах. Всем же остальным советуют взять с собой просто хорошее настроение и ехать на дюну лубоваться прекрасными видами. По словам всех, здесь побывавших, таких пейзажей и панорам можно просто больше нигде не увидеть. Дюна Эфа является одной из жемчужин национального парка-заповедника, Куржская коса. Это удивительное природное место, на котором открываются великолепные виды, в которое, по заверению всех, здесь побывавших, стоит однозначно приехать. Всем, решившим посетить это прекрасное место, можно лишь пожелать приятного путешествия, отличного настроения, ярких впечатлений и свежих, как балтийский ветер, эмоций. Звездочка цены актуальны на сентябрь 2018 года.